Черника, клюк, вожимолость и смородина. Шоколад местного производства с ягодной начинкой появится в ближайшее время в Нарьинмаре. Благодаря проекту наставничества Центра развития бизнеса Ненецкого округа, два региональных предпринимателя объединились, чтобы создать свой эксклюзивный продукт. Подробнее в следующем сюжете. Оборудование для производства сублимированных продуктов предприниматель Владимир Верейкин приобрел с помощью окружного гранта. Если раньше оно было предназначено только для изготовления пищи для братьев наших меньших, то сейчас здесь готовят начинку для Нарьинмарского шоколада. Выставляется здесь режим временной, здесь температурный. Дальше, соответственно, она проходит время, отключается сама. Достаем, уже готовый продукт. В частности, сушится она при температуре, вот эта партия начальная, она была сделана при температуре 50 градусов и ей понадобилось порядка 28 часов. Одну из первых оценила новшества руководитель департамента финансов и экономики Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. Мне очень понравилась жималость, я даже не ожидала, что она в сухом качестве такая вкусная. Ну и, конечно, радует то, что у нас будет новая линейка продукции из шоколада, что у нас Никита Янчев расширяет производство благодаря проекту наставничества. И то, что были, так сказать, опытные производители уже кормов его помогают, сушат. Ну, а со временем, я думаю, что вот и планы предпринимателей достаточно серьёзные, они расширяют свой бизнес. И это, конечно, радует. В прошлом году Никита Янчев выиграл окружной грант и получил финансовую поддержку из бюджета региона на реализацию бизнеса по производству шоколада. Уже тогда начинающий предприниматель стал задумываться о том, как сделать продукцию разнообразной. Продукт должен получиться с местными ягодами, то есть шоколад должен получиться с чем-то местным. Изначально такая идея была, то есть как-то его шоколад освоить на месте, то есть он должен быть с чем-то национальным. То есть вот ведутся, на сегодня ведутся разработки, Володя помогает. И что-то должно по итогу получиться, то есть потом мы будем отправлять ягоды на исследования, насколько там остаются полезные вещества и вкусовые качества какие-то. Так как своего оборудования у Никиты нет, помочь осуществить задуманное вызвалось предприятие «Заполярный олень» благодаря проекту наставничества Центра развития бизнеса. Взаимодействовать друг с другом окружные предприниматели могут и самостоятельно. При этом также рассчитывать на поддержку специалистов ЦРБ. Здесь наглядный пример кооперации предпринимателей. Дальше мы подключаемся со своей стороны, помогаем брендировать вот эту нашу продукцию и поможем с маркетингом и продвижением товара. То есть мы подключим всех наших местных, сделано в НАУ, мы подключим наших рестораторов, мы подключим все наши точки притяжения туристов и даже местных жителей. Суть проекта наставничества заключается в том, чтобы более опытный предприниматель помог начинающему коллеге в производстве продукции. Мы сейчас ставку делаем именно на производителей продукции. Если «Заполярный олень» у нас производит уже продукцию, вышел на рынки, как вы слышали, Владивосток, у него очень крупная поставка, туда он участвовал в ряде выставок. То вот начинающий предприниматель Никита Янчефон пока вот начинал с шоколада делаю, тоже пользовался спросом шоколад на наших всех ярмарках, выставочных мероприятиях. То сейчас, когда шоколад будет уже с мясной ягодой, это, конечно, совсем другая история, это совсем другое качество. И это марка округа, это наша изюминка, так сказать, нашей территории. Попробовать и оценить новый совместный продукт двух предприятий жители округа смогут на гастрофестивале 15 сентября. Кроме того, шоколад с местными ягодами планируется презентовать на Маргаритинской ярмарке в Архангельске.